Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем. В этом видео будем говорить про третий матч финала Кубка Гагарина, в котором я покажу вам голы и самые опасные, интересные моменты непосредственно с самой арены, ведь я был внутри. Ну а в концовке обязательно вас ждет душесчипательная история о том, как я вообще попал на этот матч и что могло произойти со мной, ведь я был в жесточайшем стрессе. Досмотри видео до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Поехали! Первая часть этого видео будет посвящена самому матчу. Первый период армейцы начали получше, однако магнитка быстро подстроилась и сумела забросить важную шайбу. Максим Соркинса вход в зону бросал поворотом, этот бросок заблокировали и Линус Хульстрем тут же запустил свою атаку, сделал диагональную передачу на Филиппа Мае, который удивительным образом сумел обработать шайбу, продвинулся вглубь от Киселевича и сделал передачу на дальнюю штангу на Брэндона Лайпсика, который убежал от Даррена Дитция и поразил ворота Ивана Федотова. После того, как Металлург открыл счет, команда играли в очень осторожный хоккей, что перенеслось и на второй отрезок. И вот в этой игре до первой ошибки снова более удачными оказались магнитогорцы. Длительная позиционная атака, Егор Яковлев вместе с Линусом Видалем начали эту атаку и в итоге Егор набрасывает шайбу на ворота, шайба отскакивает от Ивана Федотова и первым на нее успевает как раз шведский легионер магнитки, который отправляет шайбу уже фактически в пустые ворота. 0-2 Металлург получает комфортнейшее преимущество во втором периоде. Уже после окончания игрового времени во втором периоде Владислав Каменев зарабатывает две минуты и Металлург начинает третий отрезок в большинстве. Им удается эту попытку реализовать. Снова Егор Яковлев здорово бросает по воротам. Помешали Ивану Федотову на пятачке и шайба юркнула в ворота в третий раз в этом матче. Металлург получил преимущество 0-3 и практически сразу начал создавать моменты для того, чтобы забросить и четвертую. И со второй попытки Брэндон Лайпсик после прекрасной передачи Николая Голдобина устанавливает окончательный счет в матче. 0-4 Металлург добывает вторую победу подряд и теперь ведет в финальной серии. Теперь переходим ко второй части видео, более традиционной. Я сразу хочу извиниться за то, в каких условиях я снимаю выпуск. Как всегда, шторы, отель, хреновый свет, хреновое качество. Но я поехал без Насти, поэтому, в общем, надеюсь, вы меня простите. Потому что для меня тоже такой новый опыт, тем более финал. Давайте сейчас по содержанию игры я скажу. Я считаю так, что Металлург молодцы. Они выиграли им респект. Два матча подряд и, в принципе, по делу. Но сегодняшний матч, мне кажется, не должен был заканчиваться счетом 0-4. Потому что ЦСКА играл тоже неплохо. У них тоже были моменты. Но, понимаете, игра ошибок, как говорит Федоров. И немножечко здесь чаша фортуны, везения какого-то. Она была на стороне Металлурга. Они очень вовремя и в нужный момент забрасывали свои шайбы. И менее результативно ошибались. Хотя у них тоже были ошибки и в своей зоне, когда они не могли вывести шайбу. Но ЦСКА не смог наказать, а Металлург за ошибки наказал. И вот вы еще раз, да, давайте вот этот первый гол Майе, когда там он так здорово шайбу обработал. Но там ключевое, то, как Лайпсик уехал отдиться. Вы посмотрите еще раз, да. Они примерно на одном уровне находятся. И вот в этой решающей, в завершающей фазе Лайпсик просто как электричка укатился от Даррена. И уже расстреливал пустые ворота Федотова. Отдельного упоминания заслуживает вратарь ЦСКА, про которого я писал перед стартом третьего матча, когда давал прогноз. Я считал, что его психологическое состояние далеко не самое лучшее. Во-первых, он пропустил 6 в прошлом матче. Во-вторых, он показывал жест, за который его не дисквалифицировали и даже не дали денежный штраф. В-третьих, там уже вовсю пишут, что он подписал контракт с Филадельфией. И для меня на самом деле это было важно, потому что я думал, либо Федотов сейчас, несмотря на все это, справится и выдаст шикарный матч, либо где-то он сыграет плохо. Я бы не сказал, что в какой-то из шайб можно его винить. В принципе, первые два гола, неудачный отскок, да, от него отскочило, но тут и защитники, где были, и полевые игроки, которые должны были почищать пятак, и там Видали оказался первым. Но я вам так скажу, что сегодня все сложилось так, и это клево для Металлорга, для болельщиков, но я вам скажу, что исходя из того, что я видел по самой игре, по тому, как я видел тренера Федорова, как я видел Нестерова, Григоренко, это игроки ЦСКА, как они вели себя на пресс-конференции, я абсолютно убежден, что в этой серии далеко еще не все ясно. Поэтому, если вы относитесь к лагерю тех людей, которые любят писать, что все, по ЦСКА спасибо за сезон, я бы на вашем месте не спешил, потому что ЦСКА на следующий матч будет очень злым. Вот сегодня у Нестерова прямо такая была, вот знаете, бодилэнгвич, типа язык тела, да, он говорил о том, что он прям вот вообще не согласен с тем, что происходит, и они обязательно переломят эту серию. Я думаю, что в следующем матче ЦСКА победит, победит, потому что, да, Металлурга, все получается, все неплохо, но это все-таки игра. Не забывайте, что вот этот вот, особенно в финале, играют две лучшие команды, и постоянно, ну, то есть, снаряд не будет падать в одну воронку, я думаю, что игра качнется в другую сторону, и уже ЦСКА покажет себя с лучшей стороны, то, что мы увидели в первом матче. Пока серия, она вот такая, очень интересная, чем-то напоминает мне серию с Металлурга, Металлург Авангард, когда, помните, да, 7 матчей, но во всех 7 матчах был отдельный фаворит, который, в общем-то, без труда выигрывал матчи, там, не было такого, что, как бы, игра менялась, то есть, тот, кто захватывал инициативу с самого начала, он доводил дело до результата. Ну, и третья часть этого видео, она будет для самых-самых преданных моих подписчиков, зрителей, кто за мной, за мной давно следит, я вам немножко расскажу про то, как вообще мой день сегодня сложился. Я прилетел в 6 утра, там, поспал в часовой гостинице и, в общем-то, где-то к 5 часам тронулся к арене. И весь день, и вообще все это время, пока я решил, стоит ехать в Москву или не стоит ехать, я переживал за то, что думаю, а вдруг я что-то не так понял со своей аккредитацией, и вдруг меня не пустят. И вот я подхожу, значит, к арене, я все там посмотрел, где вход для прессы, я подхожу, там два охранника, у них, значит, списки, я беру все это, ну, говорю, вот, показываю паспорт, так и так, потому что у меня аккредитации-то нет. И они смотрят списки, говорят, типа, парень, тебя нет. И, понимаете, в этот момент, я думаю, вообще у меня, короче, просто все упало до самого нижнего состояния, которое может быть, температура поднялась или наоборот опустилась, потому что я думаю, боже, я такой путь преодолел, я так переживал за все это, и мне говорят, что у меня нет в списках, я думаю, что делать. Охранники, видя мое это состояние, как оно поменялось, они говорят, типа, парень, не расстраивайся, позвони там своим знакомым, с кем-то там договаривался, а я, понимаете, стою, и мне некому позвонить вообще, потому что я никого не знаю, ни в КХЛ, ни вообще людей, которые там в ЦСКА работают, которые бы могли мне как-то помочь. И у меня просто, да, знаете, тут состояние, хотелось провалиться сквозь землю, потому что я не знаю, что делать. И самое еще печальное, да, то, что я как бы и вам тут всем рассказал, что у меня там аккредитация, я там поехал в Москву, все клево, и как бы я ощутил себя просто, ну, на самом низком, каком-то уровне эмоционального состояния, как бы позор, да, и я пишу, значит, Насте, типа, меня не пускают, мне нет в списках, там, пишу другу своему мнению, Настя, что-то там занята была, она не могла прочитать, друг мне пишет, типа, все, конец, что делать будешь, вот, у меня не билета, ничего нет, благо кто-то из вас там не писал про то, что есть билет в фан-сектор, но я тогда еще про это не знал, в общем, я решил, что он начал писать письмо вот в медиа КХЛ, которые мне дали эту аккредитацию, я говорю, блин, слушайте, вы мне дали аккредитацию, я пришел, мне говорят, что у меня нет в списках, что делать, тут же нашел какой-то телефон, звоню в КХЛ, в общем, эти 5-10 минут, мы, что вот это все длилось, для меня были просто катастрофические, потому что я себя чувствовал отвратительно, в общем, дозвонился я в КХЛ, там взяла девушка, я объяснила ситуацию, она говорит, сейчас я попробую что-то решить, но по ее интонации, потому что она говорила, мне казалось, что она вообще не в состоянии как-то мне помочь, и затем, ну, через, там, минут 3-4 меня соединяют, берет трубку, то есть женщина какая-то говорит, роман, типа, не волнуйтесь, все хорошо, я иду вас встречать, я думаю, боже, вообще, что со мной происходит, и я уже, она говорит, возвращайтесь туда, где вот эти охранники были, где все эти списки, типа, не волнуйтесь, я сейчас приду, я, значит, иду туда, вижу, что какая-то женщина идет по телефону, разговаривает, в общем-то, и я уже ее, вижу, я вот бросаю, она говорит, покажите паспорт, она говорит, роман, вообще, вы что, я вас так хорошо знаю, типа, все круто, вот ваша аккредитация, не волнуйтесь, вы, типа, единственные, кому мы дали аккредитацию на финал, у кого нет постоянной аккредитации на сезон, потому что мы вас хорошо знаем, мы за вами следим, мы вообще думали там с вами связаться, в мае месяце, может, как-то там, чем-то помочь вам, честно говоря, я вообще был просто в катастрофическом шоке, потому что буквально минуту назад, когда я был в состоянии, когда мне хотелось умереть, там, провалиться сквозь землю, и тут же, понимаете, да, выходит человек, который там, я так понимаю, на одну из каких-то руководящих должностей занимает, во всем этом КХЛ, во всем этом медиа, и, как бы, она говорит, что она меня знает, что она смотрела выпуски, что она хотела мне звонить, там, о чем-то договариваться, она говорит, мы так рады, что вы подали нам заявку, потому что мы сами хотели с вами поговорить, уже после сезона, потому что мы сейчас много работаем, мы там все умыли, прикиньте, короче, и тут она мне все это говорит, я думаю, я что вообще сплю, вообще, что происходит, в общем, мы заходим туда, значит, я прохожу там все эти процедуры, заходим в пресс-центр, она говорит, вот Павел Лосенков сидит, он нам прислал ссылку на вас, я, короче, вообще думаю, что происходит, она говорит, все, оставляйте вещи, она меня провела по арене, все показала, подарила подарок, там, сумку какую-то, и вот, шайбу даже, а вот мне уже писали в телеге люди, типа, разыграй шайбу, ребят, я вас очень всех люблю, но шайбу я себе оставлю, просто потому, что у меня, знаете, такие были эмоции, ну, я думаю, вы меня понимаете, как бы, огромная вам благодарность за то, что, ну, то есть, вот, если вы сейчас смотрите, то, скорее всего, вы давно за мной следите, и я хочу сказать, что вот благодаря вам все это получилось, и без вашей поддержки, без ваших просмотров, ничего бы не было, и сегодня я, конечно, испытал невероятные ощущения, там, сфоткался со Скворцовым, с Батраком, с Шевченко, там, его нашел на матче, там, можете подписаться в телегу, если все что-то не сделали, там много вот такого интересного контента, я побывал на пресс-конференции, после матчевой, и вот как раз там был и момент, когда Яковлев, представляете, Яковлев приходит, значит, дает интервью, и тут резко открывается дверь, туда заходит Нестеров, Григоренко, стоят, вот, знаете, на пороге этого, и с такой улыбкой слушают, как Егор отвечает, при этом Яковлев начинает краснеть, видимо, ему неловко становится, в общем, потом, когда Яковлев уходит, я заснял этот момент, как он отбивает Петюни, у Нестерова, и уже Нестеров как раз, Григоренко, садятся на эту ложу, я увидел Сергея Федорова, такой близим, человек мой кумир, я помню, как он играл в НХЛ, как я там собирал карточки, какие-то с его изображениями, какие-то там журналы, у меня были в детстве, в общем, я сегодня просто эмоционально, вообще выхолощен, у меня абсолютно какие синяки, я толком не спал, я не ел, там, чуть ли не с двух часов дня, но, конечно, сегодняшний день я точно запомню в своей жизни, потому что, ну, невероятные ощущения, эмоции я испытал, вот, ну, сейчас, честно говоря, сложный, уже такой сложный день, что-то там вспоминать, я думаю, что завтра я иду на финал МХЛ, Кубок Харламова, и думаю, после этой игры сделать какой-нибудь эфир, может быть, в Телеграме закрытый, ну, на Ютубе, наверное, я не потяну, вот, и если у вас есть желание, тоже подписывайтесь, и мы завтра более подробно обо всем об этом поговорим, еще раз хочу высказать вам огромную благодарность за то, что смотрите, за то, что поддерживаете меня, и что мы вместе с вами вот сегодня получили такой фидбэк о нашей работе, я вам очень, короче, благодарен, хотел не затягивать, но все равно получилось много, в общем, пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу содержания самой игры, по поводу голов, по поводу игры Кошечкина, по поводу игры Федотова, что думаете по поводу перспектив дальнейшей серии, как она будет складываться, и что вы думаете по поводу того, что я вам рассказал о сегодняшнем своем дне, потому что для меня это реально важно, и интересно будет ваше мнение почитать, я обязательно найду время и на все, на все отвечу. Вот, я уже буду готовиться, сейчас что-нибудь поем и уже буду ложиться, наверное, спать. Вам в завершении традиционно хочу сказать, чтобы вы не забывали, что у вас теперь точно роман с хоккеем. Всего доброго, ребят.